здравствуйте дорогие друзья меня зовут степанов иван сергеевич я преподаватель шахмат во дворце творчества вознесенского моста мы начинаем курс видео занятий по шахматам для начинающих по программе шахматы детям первое занятие мы посвятим знакомству с шахматной доской что нужно знать о шахматной доске во первых о том что она состоит из белых и черных квадратиков квадратики это неправильно потому что они правильное обозначение поля поля белого и черного цвета всего на шахматной доске 64 поля 32 поля белого цвета 32 поля черного цвета также на шахматной доске есть горизонтали их у нас 8 все горизонтали обозначаются цифрами от 1 до 8 и вертикали они соответственно обозначаются латинскими буквами а b c d e f g h каждая шахматная клетка имеет свое название как и каждый человек который имеет свое имя и фамилию так например черная клетка находящаяся в нижнем левом углу называется а один можно сказать что а это ее фамилия а один это ее имя каждый 64 шахматных клеток шахматных полей имеет свое обозначение очень важно начинающему шахматисту обязательно выучить как располагаются поля на шахматной доске это поможет ему в дальнейшей записи шахматной партии современные шахматы играют два игрока один игрок играет фигурами белого цвета другой играет фигурами черного цвета всего на шахматной доске присутствует 32 фигуры 16 фигур белого цвета 16 фигур черного цвета 8 пешек которые стоят на второй линии у белых и на седьмой линии у черных расставление фигур мы начнем с крайне крайних полей находящихся на нашей доске на этих полях расположены ладьи две белых ладьи находящиеся на полях а1 и h1 и две черные ладьи находящиеся расположены расположены на полях а8 и h8 следующие фигуры которые мы расставим на доску это будут кони это тоже парные фигуры две фигуры присутствуют у белых две фигуры присутствуют у черных следующие фигуры которые мы расставим на доску это слоны это тоже парные фигуры которые располагаются на полях c1 c8 f1 f8 слонов также еще называют офицерами потому что они стоят по краям от двух самых главных фигур в шахматной игре от самой сильной фигуры ферзя и от самой важной фигуры короля сейчас мы их тоже с вами поставим на доску начнем с ферзей обратите внимание что ферзи располагаются обязательно на полях своего цвета и есть даже такое правило ферзь любит свой цвет это очень важно для начинающего шахматиста правильно расставлять фигуры поэтому запоминайте что белый ферзь расположен в центре своей армии на поле d1 и черный ферзь расположен в центре своей армии на поле d8 обязательно ферзь должен располагаться черный на черном белый на белом последними на доску мы будем выставлять королей это у нас предводители наших армий поэтому они появляются последними но имеют решающее значение потому что цель игры в шахматы взять короля соперника в плен белый король располагается на поле е1 обратите внимание что это поле черного цвета и черный король располагается на поле е8 это поле белого цвета теперь когда мы расставили все фигуры на доску можно поговорить об особенностях всех фигур как они ходят как они едят как они перемещаются по доске и какими возможностями обладают друзьям и в качестве домашнего задания предлагаю вам самостоятельно расставить фигуры на шахматной доске спасибо большое за внимание жду вас на следующем видео уроке шахматы детям всего доброго до свидания